Разработанный представителями РПЦ учебный курс «Нравственные основы семейной жизни» может быть включен в обязательную школьную программу. С таким предложением в Миноборнауки обратились представители родительского сообщества. Я не знаю, видимо в Москву завезли какую-то свежую партию забористой травы, так что новости тоже пошли забористые. Я посмотрел на авторов этого курса, Нины Крыгина, хорошо известная, ее много в ютюбе. Дмитрий Моисеев меньше присутствует, но на мысли должно навести уже то, что он значится как духовник Центра защиты материнства города Екатеринбурга. Сразу навевает один хорошо известный всем Комитет Государственной Думы. Я посмотрел конспекты по презентациям этого курса, хотел было делать какой-то длинный подробный обзор, но, честно говоря, не вижу в этом большой необходимости от всего этого веет. Тут самое правильное слово, которое приходит на ум – благоглупость. Вроде бы из хорошего повуждения и хорошие люди излагают хорошие мысли, но все это звучит, как какой-то детский сад штаны на лямках. Вот уровень подачи материала, вполне серьезного материала, который можно было бы сделать интересным и ценным, и действительно полезным. Уровень подачи на уровне брошюрок, которые вот в церкви продают на выходе толщиной по 30 страниц. Я оставлю все ссылки на все, что нашел по этому курсу. Я думаю, конечно, в обязательную программу он не войдет, просто потому, что он слишком сильно основан на религиозной доктрине. Хоть они и говорят, что там три доктрины рассмотрели, но, в общем, всех остальных это все равно не устроит. Ни единого слова не говорится о законах, по которым мы живем, как будто мы живем в сферическом вакууме. И, конечно, публичные представители РПЦ просто боятся лишний раз произнести вслух слово «отец» и даже слово «мужчина» в каком-нибудь контексте, кроме негативного. Когда нужно заниматься «мейлбэшинг», у них это получается отлично, абсолютно. Как только нужно действительно проанализировать, а нет ли тут каких-то подводных камней для мужчин во всем этом благолепии, которое тут описано. Нет, тут мы вот промолчим тактично. Знаете, господа, я бы сказал, что намеренное умолчание, а тут, судя по всему, много намеренного умолчания, является формой обмана, причем очень тяжелого обмана. Я очень рад, что священник может назвать, насколько он сократил количество абортов в своей епархии. Сможет ли он назвать, сколько мужчин покончили с собой, не справившись со счастьем в семейной жизни, от невыносимой легкости бытия в семейной жизни, и нельзя ли как-нибудь снизить эти цифры? А ко всем этим отсылкам к образцовым семьям нужно прикладывать видео с ТЭД про систематическую ошибку выжившего, где вам подробно расскажут, что рассматривать нужно не тех, у кого все получилось в основном, а тех, у кого не получилось. У них нужно учиться. Вообще, от всех этих презентаций приходит в голову один старый стишок, по-моему, из какого-то древнего журнала «Крокодил». Стишок был посвящен синоптикам. Мало помогают вам приборы, автоматика, вам бы надо одного приличного ревматика. Вот во все ваши начинания, касаемо возрождения семьи, не хватает нескольких таких ревматиков, явно. Может быть, конечно, на самом деле реальная цель всего этого – распил бюджетного бабла на производство пособия на федеральную учебную программу. Ну, это бы многое объяснило, я не знаю. И куда же деться без картинки с Петром и Февроньей? Знаете, я лично ничего против не имею, у меня нет личных данных о том, как на самом деле складывалась жизнь Петра и Февроньи. Но та легенда, которую мы сейчас знаем и которая используется, если православная церковь хочет чего-то поменять в семье, ей стоит сменить покровителей семьи, честное слово. Потому что если почитать, как складывалось их семейное счастье, то совершенно понятно, почему именно они покровители нашей современной семьи, и почему они так идеально ей соответствуют. Идеально! Как вы судно назовете, так оно и поплывет. Вот оно плывет, соответственно, своим покровителям. Агитирует за все хорошее против всего плохого. А чем это кончится в реале? Кончится это теми же самыми училками, которые будут рассказывать тем же самым мальчикам и девочкам, как им строить личную жизнь. И понятно, в каком ключе они это будут рассказывать. Вы недостаточно знаете, кто такие учителя в школе, каких они придерживаются взглядов обычных, что они будут говорить, какие комментарии они будут вставлять между строк. А самое главное, с точки зрения обучения, это половина дезинформации, а половина утаивания информации. И все это припудрено волшебным порошком, чтобы было не видно швов. В общем, как патриархи не берутся за исправление семьи, что бы они ни делали, а на выходе у них получается скалка. И ничего другого. Жаль, РПЦ обладает гигантским потенциалом, если бы его использовать в мирных целях. Но вот в итоге мы имеем то, что имеем. Интересно, когда появится первый священник, который назовет семейный кодекс богопротивным и противоестественным. Abomination. И сколько он проследово проработает священником. Очень интересно. Женщины по своей природе, они более чувствительны. В психологии есть такое понятие. Эмпатия. Эмпатия это значит в чувствовании, в состоянии другого человека. В чувствовании, когда не надо объяснять, когда другой человек, он даже ничего не говорит. Но вот это вот в чувствовании, в состоянии другого человека, оно гораздо больше развито у женщин. Кстати, хочу вам сказать. В детстве эмпатия развита у всех детей, и у мальчиков, и у девочек в равной мере. У всех абсолютно детей развита эмпатия. Они сердцем чувствуют другого человека. И мальчики, и девочки. Начиная с подросткового возраста, у мальчиков эта способность теряется. За исключением тех мальчиков, которые выросли без отца. Они перенимают женское поведение. С возрастом мужчины теряют эту способность. Они не так чувствуются в другого человека. И в этом есть смысл определенный.